Добрый день! Три способа как найти неисправный светодиод в светодиодной лампе. Способ номер один. Подаем напряжение питания лампы. Суть этого способа в том, чтобы поучередно закорачивать светодиоды найти неисправный светодиод. Опасность этого способа. Если в лампе драйвер не имеет гальванической развязки, большая вероятность, что вас ударит током. И поэтому используйте изолированный инструмент. Рабочий светодиод. Рабочий светодиод. Рабочий светодиод. Вот он не рабочий светодиод. Лампочка загорелась на полную яркость. Способ номер два. С помощью тестера или вольтметра. Замеряем напряжение на светодиодах. 2,4 вольта. 2,3 вольта. 2,3 вольта. 19 вольт. Вот он и не рабочий светодиод. Отключаем питание. Третий способ. С помощью тестера светодиодов. Самый простой способ и удобный. Подключаем тестер. У нас все светодиоды светятся. И подключаем минус к минусу светодиода. Плюс к плюсу. 2,4 вольта. Исправный светодиод. 2,4 вольта. Исправный светодиод. 19 вольт неисправный светодиод. И если вы перепутали плюс с минусом. То есть вот я минус подключаю на плюс светодиода. А плюс на минус. Просто-напросто этот светодиод не засветится. Все остальные будут светиться и показывают, что вроде бы они рабочие. Но это не так. Вот он неисправный светодиод. На нем падение напряжения 15 вольт. На этих падение напряжения 2,4 вольта. Перепайку светодиодов я показывать не буду. Так как это сделает каждый как умеет. Как временное решение. Если у вас светодиода нету или скажем это очень быстро надо восстановить работоспособность лампочки. Вы можете закоротить неисправный светодиод. Это как временное решение тоже можно использовать. Но в любом случае через какое-то время вы все-таки замените на исправный светодиод. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok